Сегодня подразделениями народной милиции совместно с бойцами чеченского спецназа Ахмат была проведена исключительная по своей решительности операция. Самое подготовленное подразделение народной милиции чеченского спецназа были заброшены в промзону завода Азот ночью, где заняли ключевые позиции и смогли организовать беспрепятственную и, главное, безопасную эвакуацию мирного населения, которая фактически находилась в заложниках украинских боевиков с территории промышленной зоны. По меньшей мере сейчас уже эвакуированы 4 убежища, суммарное количество уже превышает 800 человек. Продолжается работа по поискам на территории завода, соответственно, новых бомбоубежищ, подвалов и всего прочего, где могут находиться люди. Как показывает практика, движением разведки находятся все новые и новые места, люди нуждаются в помощи, поэтому сразу же предпринимаются меры по выводу их на безопасную территорию, где им оказывается вся необходимая помощь, они обеспечиваются всем необходимым питанием, медициной, и отсюда они эвакуируются уже в Талавей районной республики. Со стороны комбината уже не стреляют, потому что наши подразделения стремительно продвигаются вперед, и уничтожая противника, я думаю, что до конца этого дня уже сама промышленная зона, уже северо-донецка будет полностью зачищена. Сегодня мы уже видим вот это вот счастливое завершение вот этой истории мирными жителями, которые удержали в качестве живого щита бойцы ЛСО. Дальше уже у этих людей все уже будет хорошо, мы их обеспечим всем, все, что им будет необходимо, это все будет организована доставка, их тоже будут вывозить по направлениям, куда они захотят выехать. Люди, вы сами видели, нас встречают, даже уже заранее уже дети нарисовали даже плакаты, встречают нас действительно как освободители. Была всевышена, что люди вот так вот относятся к нам, они реально поняли, что те люди, которые их там держали, что они являются именно ихними врагами. Я лично спрашивал у них, вам кто-нибудь хотя бы говорил, чтобы мы для вас создавали зеленый коридор, чтобы мы пытались вас вытащить. Они говорят нет, и пытались все это время удержать, чтобы они и были этим живым щитом, за которым спрятались вот эти ВСО. Так, парни, мы 23-й войны, но не в качестве заложников, в качестве заложников мы будем 4-й войны. Прямо заложников? Да, 20-й день день. В качестве заложников мы будем 4-й войны. Да, они нас сразу поджигали. Скажите, а они еду давали? Ничего нам не давали, они нам ничего не давали. Значит, вот эта вот лепешка, на завтрак такую лепешку мы ели с запущенным молоком. Эти лепешки мы выпекали в вот этом подожженном крыле, там, где температура достигала 80 градусов. Вот, на обед в том же крыле мы запаривали овсяную кашу, вот, и смешивали ее с тушенкой. А как вы сегодня вышли? У нас вывели военные. То есть они смогли до вас добраться, да? Да, да, да. В военные. Как у нас возможность переходить? Каждый день обстрелы были, каждый день какая-то стрельба, перестрелка тяжелая. Вот, когда они 4-го числа зашли, то в этот момент они не выходили, не было ни света, ни воду.